МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на телеканале Гродно+. Здравствуйте! И вначале коротко о главном. В качестве воды и работы комитетов территориального общественного управления. В Гродно прошла городская сессия депутатов. Земельный налог и налог на недвижимость нужно оплатить до 15 ноября. Как исчисляются суммы? Международный телекласс. Школьникам Беларуси и России провели мастер-класс по телемастерству. Для кого в Гродно специально создают рабочие места? И на что выделяются деньги из Государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения? Популяризация профессий и обмен опытом. В Гродно выбирает лучшего пропагандиста МЧС. В Гродно прошла городская сессия депутатов. На обсуждение стояли два вопроса. Качество воды в микрорайонах и работа комитетов территориального общественного управления. Да и решение насущных проблем гродненские депутаты встречаются как минимум раз в месяц. Первым на обсуждение вынесли вопрос о выполнении программы «Чистая вода». Уже не первый год проект реализуется на республиканском, региональном и городском уровнях. В областном центре результаты программы впечатляют. Как рассказали в Гродно водоканале, обеспеченность питьевой водой в городе 100%. Качество тоже хорошее. Лишь недавно была замечена проблема с водоснабжением в микрорайоне Ольшанка. С трудностями там уже разобрались. Микрорайон еще не заселен на полную мощность. И поэтому есть проблемы по гидравлическим режимам в сетях. Промывка ежегодная должна проводиться раз в три года. Но так как для этого района недостаточно, поэтому мы приняли решение проводить промывку ежегодно. В этом году мы в июле месяце оперативно провели промывку. Промыли все сети, уличные, внутриквартальные. И на сегодняшний день жалоб в Ольшанке нет. На следующий год мы также запланировали промывку сетей. Вторым на повестке дня у депутатов стал вопрос, касающийся комитетов территориального общественного управления. Некоторые из них работают не в полную силу. Здесь ожидают изменения в нормативной документации. Тщательнее будут относиться и к выбору кандидатур на руководящие должности. Они есть. Есть много примеров. Очень шикарные работы, где не только благоустройство дворов, цветы, озеленение, малые архитектурные формы, но и работа с детьми, с ветеранами, с пожилыми. И домой ходят, и подарки носят, и для детей праздники организуют. И многие-многие моменты. Это есть, это все мы показывали неоднократно. Но, повторяюсь, хотелось бы, чтобы это было везде. В стране продолжают работать диалоговые площадки по обсуждению проекта закона о Всебелорусском народном собрании. Эксперты объясняют юридические тонкости документа, а при необходимости отвечают на вопросы. Законопроект о Всебелорусском народном собрании вынесен на общественное обсуждение. Он размещен на сайте правовой форум Беларуси. Предложение по содержанию законопроекта можно внести непосредственно на правовом форуме до 2 ноября. Организаторы их обобщат и используют при дальнейшей доработке законопроекта. Кроме того, вынесен на общественное обсуждение и проект закона об изменении избирательного кодекса Республики Беларусь. Срок проведения общественного обсуждения также до 2 ноября. Все, у кого в собственности находятся объекты недвижимости и земельные участки, за исключением лиц, имеющих право на льготу, должны уплатить земельный налог и налог на недвижимость. Последний срок истекает 15 ноября. Налоги исчисляются и предъявляются физическим лицам к оплате за истекший календарный год. А значит, учитываются все изменения, которые происходили с объектами и их владельцем. Уплата осуществляется, к слову, в два этапа. Не позднее 15 ноября нужно внести авансовый платеж в размере 50% от начисленной суммы, а вторую часть – до 15 ноября 2023 года. Владельцам недвижимости и земельных участков также будут рассылаться извещения, где будет указана сумма платежа. В налоговой также напоминает, что отменена льгота по налогу на недвижимость в отношении одной квартиры, находящейся в собственности физического лица. Освобождаются от земельного налога и налога на недвижимость граждане, достигшие пенсионного возраста, инвалиды первой и второй группы, несовершеннолетние, военнослужащие, срочники, недееспособные лица, а также участники Великой Отечественной войны и иные лица, имеющие льготу. Транспортный налог в 2022 году исчислен в отношении транспортных средств, которые были зарегистрированы за физическими лицами в ГАИ в 2021 году. Производят уплату транспортного налога за 2021 год в следующем порядке. Не позднее 15 декабря 2021 года оплачивался авансовый платеж в размере одной базовой величины. Доплату за транспортный налог необходимо внести также до 15 ноября 2022 года. К слову, в этом году введена новая форма извещения об оплате. Теперь на нем указаны все объекты, находящиеся в собственности физического лица, где бы он не был зарегистрирован. При возникновении вопросов по предъявленным суммам налогов плательщик может обратиться в налоговый орган по месту жительства либо узнать всю информацию в личном кабинете. В формате видеоконференции в Гродно прошел мастер-класс по телемастерству. Он стал частью международного фестиваля телевизионного творчества школьников «Телекласс». Участниками мастер-класса стали учреждения образования из Москвы, Саратова, Гродно и Луганска. Они ознакомились с азами тележурналистики и видеосъемки, а также наметили планы на дальнейшее сотрудничество, совместное творчество детей и молодежи стран СНГ. На сегодняшний день в учреждении образования города Гродно ведется целенаправленная работа на поиск партнеров учреждений образования в Российской Федерации. Мы уже сотрудничаем с центральным районом Санкт-Петербурга. Мы обменялись информацией. Наши учреждения образования уже подписывают договоры о сотрудничестве. Сотрудничество будет проходить как в образовательной, научно-исследовательской деятельности. Ну и, конечно же, самое интересное – это обмен делегациями, живое общение между ребятами. Ну и, в принципе, я надеюсь и, наверное, даже уверен о том, что через некоторое определенное время нам можно будет чем-то гордиться, будут единые проекты. Кроме того, в рамках фестиваля проходит конкурс видеороликов с сюжетами, освещающими яркие страницы истории, культурные традиции страны и региона, что позволит молодым людям лучше узнать о жизни соседей. В нем приняли участие ребята из Центра творчества детей и молодежи «Спектр» и гимназии номер 7 города Гродно. Устроиться на работу или найти новое дело своей жизни. В Гродно в этом году в Центр занятости обратились 152 человека с ограниченными возможностями, чтобы обучиться новой профессии или открыть свое дело. У многих все получилось так, как они желали. Подробнее, как и где, найти работу человеку с особенностями узнавала Ольга Пранкевич. Наталья Садовская работает на одном из самых изысканных предприятий города – на Гродненской парфюмерной фабрике. Она наполняет флаконы ароматной туалетной водой или духами, наклеивает этикетки, собирает упаковку и полностью запаковывает готовый продукт. Именно таким его получает потребитель на полках магазинов. Сложно поверить, но Наталья имеет третью степень инвалидности. Раньше врачи вообще запретили женщине работать. Но переборов свою болезнь, Наталья сделала все, чтобы ее жизнь вошла в привычное русло и в ней появились новые ароматы. «Позвонили с центра занятости и сказали, что есть место для инвалида. Сказали, подойдите, посмотрите, если что, подъездьте. Подъехала, посмотрела. Тут решили, что возьмут. И все, взяли. И пришла. Работать хорошо, спокойно, тихо, комфортно. Хорошо принялись здесь. Хорошо, в адаптации. Все нормально отнеслись ко мне, подсказывали, что, как делать. И все, тихо, делаем». В Гродно многие организации предоставляют рабочие места людям с ограниченными возможностями. В некоторых для них даже специально открывают новые вакансии. Кроме того, для таких людей создаются и дополнительные условия труда. Так, например, в одной из химчисток города была отдельно приобретена машина сухой чистки. А в связи с тем, что это рабочее место было создано специально для человека с определенной степенью инвалидности, стоимость этого оборудования компенсировалась из бюджетных средств, что выгодно как для работника, так и для нанимателя. Однако найти подходящего работника, оказывается, задача тоже не из простых. «Тяжело, конечно, подобрать нам работника, потому что и здесь рабочее место, и рабочее место в прачечной – это рабочие места с вредными условиями. Вопрос заключается в том, что у них рабочая поза. Целый день они стоят на ногах, и постоянно у них наклоны и так далее. Поэтому инвалиды с опорно-двигательным аппаратом, они не могут тут работать. По слуху, инвалиды тоже тяжело им работать, потому что они не могут обучиться нормально и контролировать процесс. Ну, естественно, по зрению тоже как бы есть, конечно, у них одна женщина у нас работает со зрением, у неё инвалидность связана, но она, по крайней мере, справляется». Одними из самых востребованных профессий среди людей с ограниченными возможностями сегодня являются укладчик-упаковщик, администратор, продавец-консультант, водитель, подсобный рабочий, сортировщик вторичного сырья, обувщик по ремонту обуви, кладовщик, слесоремонтник и многие другие. Порядка 70% тех, кто обращается в центр занятости, впоследствии трудоустраиваются. Им подбирают ту работу, которая будет наиболее подходить им по условиям и выполняемым обязанностям. Конечно, не последнюю роль играет интерес к делу и, безусловно, желание работать. Иногда для того, чтобы вовлить человека с инвалидностью в трудовую деятельность, он вначале должен пройти адаптацию. Она осуществляется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, сформированной медико-реабилитационной экспертной комиссией. Это может занять от шести месяцев до года. С начала года в Управление по труду, занятости и социальной защите Гродненского городского исполнительного комитета обратилось 152 инвалида. Из них 92 безработных инвалида были трудоустроены, 9 прошли профессиональное обучение, 2 инвалида получили субсидию под организацию предпринимательской деятельности. 33 безработных инвалидов были трудоустроены в рамках программы адаптации к трудовой деятельности. В этом году запланировано создание за счет средств внебюджетного фонда социальной защиты населения 27 рабочих мест для инвалидов. И в настоящее время уже создано 5 таких рабочих мест. До конца года рабочие места для людей с инвалидностью будут созданы еще на трех производствах. Новые вакансии откроются для двух десятков человек. Сейчас сотрудники службы занятости города ищут кандидатов. Поэтому те, у кого есть группа инвалидности и стремление получить интересную работу, могут смело обращаться. Рабочее место найдется каждому. Ольга Пранкевич, Андрей Шиповалов. Новости. Гродно+. Конкурс «Лучший пропагандист» органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь проводится в нашей стране с 2014 года. Он состоит из трех этапов – районного, областного и республиканского. В областном этапе участвует 10 работников пропаганды МЧС. Основная задача конкурса – обмен опытом и популяризация профессии. Во-первых, у нас одно из требований – это уже работники, которые работают больше двух лет, у которых есть уже такой практический опыт, который действительно. И, вы знаете, есть лица, скажем так, знакомые. Для меня они все знакомы, которые были в прошлом году. Но есть и новые ребята, которые подтягиваются, которые показывают свой профессиональный уровень уже у себя на районах и приезжают сюда к нам. Программа конкурса состоит из семи номинаций. Участники расскажут о себе, своей работе, представят социальные проекты, посостязаются как ораторы и подготовят пресс-подходы для СМИ. Более половины конкурсантов – мужчины, хотя в прошлые годы женская часть превалировала. До 11 класса вообще не могла определиться, в какую профессию я бы выбрала. С выбором помогла мама. Я знала, что с детства буду носить форму, и вот МЧС как-то завлекло. Все-таки профработа, наверное, играет большую роль. В школу приходил к нам инспектор, и вот как-то заинтересовалась. Работала над тем, чтобы поступить, и стала в 2015 году курсантом. Как-то профессия нравится. Я довольна. Ну, бывает тяжело. Разные, наверное, мы все-таки работаем больше с населением. Бывают разные люди, в том числе малыши, взрослое население. Но пытаемся подстроиться, учимся вместе с ними, работаем с ними, учим их безопасности в первую очередь. Республиканский этап конкурса пройдет в Минске с 29 ноября по 2 декабря. В прошлом году победу одержала старший инспектор из Щучина Елизавета Осовик. Телерадио-овещательному каналу «Гродно плюс» требуется на постоянную работу телеоператор. По всем вопросам обращайтесь по номеру 0152-6207-86 с 8.30 до 16.30. Резюме отправляйте на нашу электронную почту с пометкой «Вакансия телеоператора». И такая была информация к этому часу. Очередной новостной выпуск на «Гродно плюс» уже менее чем через час. А еще больше новостей, как всегда, вы найдете на нашем сайте. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова